Какая интересная игра получилась? После половины мы немножечко избрали, может быть, этот компонент начали играть лучше, в конце игры, за 5 минут, может быть, до конца немножко расслабились, потеряли пару важных мячей, но все-таки довели до овертайма, но в овертайме мы уже, может быть, не хватило сил, может быть, еще что-то, мы не поверили, что можем выиграть и не справились. Какая интересная игра получилась? Какая интересная игра получилась? В начале мы были проблемы с двух футов, который был важным для нас. После этого, когда он вернулся к игре, мы начали уничтожить. И мы боремся до конца. У нас не было энергии, Курич был уничтожен. Он не играл, Карасев был уничтожен. Хантер был уничтожен и сделал 5-й оттенок на первой акции на экстракт. Андрей тоже уничтожил проблемы. И это очень много ситуаций, которые не помогли команде. Но это очень долго, и мы должны продолжать. Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Это была очень интересная игра для баскетбольных во всей России. Если говорить об игре, мы в начале не очень хорошо играли в защите. Мы не выполняли те правила, которые сами себе установили. Но постепенно вернулись в игру, стали действовать лучше. Для нас поначалу проблемой были два быстрых фоллов Рейзера. Но когда он вернулся на площадку, мы получили возможность добавить нападений. И вернулись в игру, боролись до конца, ушли в овертайм. В конце сказалось то, что была травма у Курича, Карасев получил травму. Хантера тоже там была почти травма. И в итоге он 5 фолов получил в овертайме, и у Андрея были проблемы. Но, тем не менее, сезон длинный. Будем играть, будем бороться дальше. Пожалуйста, есть вопросы. Спасибо. А, извините. У вас есть новости о Сергея Крысёва? Нет. Сейчас он идет в больницу, но нет. Он имеет большую болезнь. Мы должны упомянуть, что все нормально. Это просто так. Карасев пока нет новостей. Он стоит в больнице, очень большая боль. Да. Отлично. А, спасибо. Николай Зеленкин. Здорово-меч. Хагер, подскажите, пожалуйста, как вам удалось настроить команду на концовку основного времени, учитывая такое потрясение после травмы Крысёва, на котором мы, конечно, желаем здорово. Как вы могли бы готовить команду на регулярном времени, чтобы обратиться к этому поводу, особенно после травмы Крысёва? Один момент после болезни, мы полностью потерялись с концентрацией, и было трудно вернуться. Но после двух минут, или один минут и половина, мы начали вернуться снова, step-by-step. Мы были немного оцеплены в некоторых ситуациях. Но, наконец, мы могли вернуться. Мы поставили фокус в игре. Но, когда мы пришли к экстракту, когда герасимов был выходом, мы были немного отсюда, немного отсюда, физически отсюда. Да, сразу после травмы было тяжело. Мы на пару минут потеряли контроль, не понимали, что происходит. Но, постепенно, шаг за шагом вернулись в игру. В концовке, может быть, даже где-то немножко перебор эмоций получался. И вот этот вот борцов Герасимова, которому не хватило буквально долей секунды, чтобы выиграть этот матч. После этого команда снова в овертайме немножко утратила контроль и выпала из игры. Спасибо. Спасибо. В принципе, я старался сделать все возможное с большими внизу. Я не могу сказать, что там что-то было сверхфантастическое. Не знаю, что я там с ним бегал. Задача была круглая. Две победные «Зениты» в этом сезоне доказывают такие чемпионские амбиции ЦСКА? Нет. Вы что? У нас до финала еще очень далеко. Еще 200 раз все поменяется. И у нас, и у них, и у всех. У всех бывают спады, у всех бывают взлеты. Они вернули только что травмированных игроков. Они тоже в какой-то степени пытаются найти себя. Мы после этих двух недель перелетов, как бы, они были комфортабельные, но все равно это разные часовые пояса. Мы неделю там были. Три-четыре часа разница все равно на это накладывается. Поэтому все будет зависеть от того, как мы подойдем к финалу. Сейчас мы, да, мы как бы гнем свою линию, и мы по ней идем. Она нам помогает сейчас. Еще вопросы к Антону. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, оба матча с Нитом в этом сезоне были напряженность, напряжение и концовка в каком-то смысле. Где было сложнее играть, несмотря на поддержку? Слушайте, на самом деле, наверное, скажу, что неприятно было вот эта концовка сегодня. Но, как я сказал, подарили еще пять минут красивой игры. Я скажу, что, наверное, эта игра была посложнее чем-то. О том, этот матч стал для тебя лучшим по эффективности в карьере. На каком-то моменте игры ты почувствовал, что, возможно, сегодня все получается? 36, эффективность, это лучший результат твоей игры. А когда схемка? Не больше было? Ну, окей, не важно. Классная игра, но, знаете, я как бы в любом случае старался сегодня… Очки пришли, очень много со штрафных пришло, а все остальное… Просто эти очки пришли. Сегодня, значит, мое время было. Сейчас вопрос к Антону. Спасибо Антону. Как всегда, отличный игрок, отличная атмосфера, фулл джим. Отлично для фанатов. Для нас, я могу сказать, что мы контролируем игрок довольно хорошо. И тактические идеи были, более-менее, хорошо, противно и противно. Но, кроме того, когда мы были две серьезные ошибки, которые не происходят для нас. И мы должны найти способ, чтобы не повторить этот тип ошибок. Но, по-другому, мы показали великой характер, после фулла, чтобы вернуть и победить в обзор. Это очень-очень сложное. Мои игроки показали великой характер и композицию. И мы победим. Поздравляем за «Зенит» за борту. И, что самое важное после этого матча, я хочу пожелать Сергею Каресчеву хорошую помощь. Но, я надеюсь, что ничего серьезного. И, что он вернет на фулла как быстро. Это самое важное после этого матча. Как обычно, в матчах против «Зенита» отличная игра, классная атмосфера, полный зал. Можно сказать, что мы контролировали большую часть времени этот матч. Наши, я бы сказал, тактические идеи работали хорошо, большей частью и в защите, и в нападении. За исключением двух очень серьезных ошибок в концовке, когда мы не смогли вынести мяч из-за боковой. При этом команда проявила отличный характер и собранность. После такого падения в концовке основного времени уверенно выиграла в овертайме. И я хочу отметить еще раз характер и собранность игроков. И самое главное после этой игры, хочу пожелать здоровья Сергею Карасеву. Потому что, конечно, мы надеемся, что ничего серьезного с ним в итоге не случилось. И он сможет принять участие в следующих матчах. В общем, главное сейчас это здоровье Сергея. Пожалуйста, вопросы. Вы уже сказали, что тактические ЦСКА были сегодня хороши. Но есть ли какой-то элемент, за счет чего удалось победить «Зимит»? Потому что мы с трибун видели, что довольно много подборов на чужом кольце у ЦСКА сегодня было. И в защите именно в четвертом периоде, в последние несколько минут, просто защита, по-моему, очень привлекательно сыграли. Да, как сказали раньше, Остап и Джекири играли смену на пик-н-роллах «Эртелла» и «Хантера». Отлично защищались в этих мисс-мечах. Джекири играл хорошо на «Эртелла». Это нелегко, но он сделал хорошую работу. Кроме нашего плохого процента за три, все равно выиграли эту игру. Думаю, что в концовке наши решения и нападения были более логичны, чем в последней части четвертой четверти. Так что делились с мячом и ищили слабые точки «Зенита» и там нападали. Были дисциплинированы. В чем слабые точки «Зенита»? Скажем так, мы в каждом нападении выбирали, кто будет защищать нашего игрока с мячом. Были разные комбинации, разные петерки и мы ищили отрядного игрока. Я не хочу сейчас сказать, поэтому мы хотим это использовать и в следующую игру. Я думаю, что 22 очка в овертайме стали повторением лучшего результата в истории ГИБТБ. Как вы думаете, какая команда до этого имела этот результат? Тоже 22 очка. Я скажу так, я не заинтересован за рекорды больше. Я вообще не хочу рекорды. Это интересный факт и все равно на вас журналистам это отметить, но для меня только одна цель. Да, я просто продолжу, что Астана при вашем руководстве в 2018 году тоже набрал овертайме 22 очка. Я это не знал. И это повторение рекорда, поэтому поздравляю. Интересно, спасибо, спасибо. Да. Надо выиграть. Это важно. В вашем Кубке Синитов тоже, да, 5 секунд, когда мы смогли бести мяч. История повторилась. Насколько это может психологический момент? Знаю это как. Это, да, психологический момент. Эти акции мы делаем в каждой тренировке и сейчас легко можно сказать, а вот-вот. Но это мы работаем каждый день. И есть защита. Есть защита Зенита, которая была отличной в этом моменте. И нам надо быть более агрессивными в этом желании получить мяч. Значит, окей, это нечто, что надо работать над этим. Что больше сказать за это? Нет, это ситуация, в которой мы, как тренеры, для нас самая плохая ситуация, когда не можешь вести мяч. Я сказал ребятам в развивалке, если бы мы проиграли эту игру, менеджмент будет, как сказать… Уволил меня. Уволил меня. Шучу с ними. Это так выглядит, как мы не нарисовали комбинацию. Но это смешно. Аминь. 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 Уфеинение. И да. Так вы破лили, как swimming? Убилем не нормату, но в認ехrangера. Но это also крикорическая человека для себя. Продолжение следует...